Всем привет! С вами Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. А как вы думаете, сколько нужно батареек, чтобы зажечь вот такой светодиод? Ладно, уточню вопрос. А сколько нужно светодиодов, чтобы зажечь вот такой светодиод? Да-да, я не оговорился. Можно ли с помощью светодиодов заменить пальчиковые батарейки, с помощью которых зажигаются обычно зелененькие, красненькие, желтенькие, голубенькие светодиоды? То, что сделать солнечную панель из светодиодов, можно, знают многие. Огромное количество блогеров, хватая светодиод и подключая его к мультиметру, показывало нам, что при освещении светодиода возникает некоторое ЭДС, есть напряжение, есть небольшой ток, и на этом, как правило, все заканчивалось. То есть, кроме того, чтобы показать на приборе какие-то значения мизерные, на большие, увы, мало кто был способен, а точнее практически никто. И озадачившись такой глобальнейшей проблемой замены батареек на светодиоды, я решил решить эту практическую задачу. Возможно, научную, а возможно, просто интеллектуальную. Сколько нужно светодиодов, чтобы зажечь хотя бы один небольшой и хотя бы зеленый светодиод? Как вы думаете? Поставим здесь на экране большой знак вопроса. Хватит ли, к примеру, энергии одного красного или четырех желтых освещенных светодиодов, чтобы зажигать небольшой зеленый светодиод? Или же потребуется куча бело-синих? Эти у меня тоже имеются. Но сколько минимальное количество светодиодов потребуется для того, чтобы зажечь хотя бы один? И для чистоты эксперимента давайте не будем пилить транзисторы и подменять понятия. К примеру, вот это фотодиод. Но он не светодиод, и тем более его огромный кристалл на сапфировой подложке, конечно, способен генерировать достаточно большие токи. Гораздо круче и больше, чем спиленные транзисторы все вместе взятые. Мы будем использовать типовые, типичные светодиоды. Проведя массу практических измерений и экспериментов, я убедился, что энергии одного красного светодиода недостаточно. Энергии четырех желтых тоже недостаточно, и даже куча белых и куча синих соединенные, как попало, тоже не могут засветить один зеленый светодиод. Но все-таки кое-что я сделал. Хотя чаще всего в журналах радио «Юный техник» и у самодельщиков встречается именно последовательное соединение диодов, транзисторов и даже светодиодов, я убедился в том, что как раз такое соединение не позволяет нам повысить ток достаточно для того, чтобы светился даже зеленый светодиод. А значит, это тупиковая ветвь развития, и от нее нужно отказаться. Я решил прибегнуть немножко к другому методу соединения светодиодов. Чистым и горячим паяльником я из светодиодов спаял следующую конструкцию. В этот раз я соединяю светодиоды именно вот таким образом. Их всего лишь девять. Подобное соединение называется матричным. И это верно. Это интегрирующая, излучающая световая матрица. Но мы ее будем использовать в качестве солнечной батареи. Да-да, именно той батареи, которой я собираюсь засветить вот такой зеленый светодиод. Скептики, я думаю, сейчас ухмыльнутся и скажут. Да-да, сейчас он на эти девять светодиодов будет светить какой-нибудь мощной киловаттной лампочкой от розетки 220 вольт. И, конечно же, маленький зеленый светодиодик засветится. Ну что ж, ваши улыбки я немножечко пригашу. Вместо мощной лампы накаливания я воспользуюсь парочкой маленьких карманных фонарей. Один из них светодиодный, другой с лампочкой накаливания. Но со столь маленькой, что навряд ли из нее можно получить какой-нибудь очень-очень яркий свет. Этот же фонарик у меня со светодиодной матрицей, подобной той, которую я спаял своими руками. И особой мощностью такие фонари, как вы знаете, не отличаются. А теперь давайте посмотрим, смогут ли 9 светодиодов зажечь один зеленый светодиод при освещении вот таким карманным фонарем. Возьмем, посветим и убедимся, что оказывается действительно 9 светодиодов, освещенные вот таким вот карманным фонарем, способны выдавать энергию для свечения небольшого зеленого светодиода. При этом свечение яркое, мы не в темноте находимся. То есть и так понятно, что на столе у меня светло и мы не где-нибудь там спрятались в очень темной комнате. Думаю, многие из вас знают, что вот это белый свет и в нем практически нет инфракрасного спектра, который, как правило, используется для генерации электричества. А вот фонарик с лампочкой накаливания, он как раз более инфракрасный. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет, если я буду использовать фонарик с лампочкой накаливания для освещения моей солнечной панели, солнечной батареи. Ну, я думаю, характерно видно свечение зеленого светодиода даже на свету. В темноте, конечно, было бы гораздо ярче. Но так как пятно у этого фонаря неравномерное, то я не могу осветить все светодиоды вместе, и поэтому сейчас генерация весьма и весьма неэффективная. Для того, чтобы ярко светился такой светодиод, фонарик надо, ну, с лучшим рассеивателем для инфракрасного спектра. Скажу напоследок. Да, мои старые зрители и подписчики видели эту мою конструкцию, но тогда я ее даже испытывал совместно с маленькой панелькой и сравнивал, что эффективнее. Да, действительно, вот такие 9 светодиодов прекрасно справляются с функцией небольшой солнечной панели. Это и есть солнечная батарея, сделанная по классической технологии. Удивительно, что блогеры, которых я хотел поддеть этой самоделкой на творчество, ну, никак не среагировали на то, что, ну, можно хоть как-то проявлять фантазию. А изюминкой сегодняшнего видео было то, что я показал, что даже от маленького фонаря, слабомощного, можно с помощью вот такой вот солнечной панели питать небольшие нагрузки. И вот такой вот светодиодный фонарь, который, как правило, годится только для того, чтобы светить на фоторезисторы, способен выдавать энергии достаточно, чтобы загорался, при этом ярко загорался зеленый светодиод. Согласитесь, это достаточно мощная конструкция, которая практически применима во многих условиях. Кстати говоря, в старых моих видео я с помощью вот такой вот панельки запитывал небольшой радиопередатчик, ну, который мог быть жуком или радиомикрофоном, это уже не важно. Но использование таких конструкций вполне пригодно. А на этом все. Пока. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивосток. Субтитры сделал DimaTorzok